Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Коротко о главных темах. На самом деле стоимость рубля, она где-то в районе 40, там в коридоре 40-45 рублей, она на сегодняшний день не болтается. В привязке к баррелю нефти или в пересчете на булку хлеба, сколько на самом деле стоит российская валюта. От первого зачета до научной работы, как сибирские студенты отметили Татьянин день. Ну шо-то кони мне попались, привередливые, хоть дожить не успел, так хотя бы допеть. Его песни знает вся страна, а фильмы не сходят с телеэкранов. Владимиру Высоцкому сегодня исполнилось бы 78. В Маслянинском районе торжественно открыли новый животноводческий комплекс. Он позволит не только повысить производство молока и мяса, но и обеспечит рабочими местами несколько сотен сельских жителей. Тему продолжит Сергей Толмачев. 41 тонна молока в день, почти 12 тысяч в год. Такова сегодня производительность Барковского комплекса. На его строительство ушло около 600 миллионов рублей. 20% от смертной суммы покрыли за счет субсидий. Здесь у нас 45 человек работает, если правильно понимаю. В общей посибирске у нас 600 человек работает. Фонд оплаты труда 230 миллионов рублей в год. В составе комплекса 5 помещений для содержания коров, 2 доельных зала, молочный блок, площадка для закладки кормов и 2 скважины для подачи воды. В перспективе строительство еще одного комплекса. Безусловно, это будет третий молочный комплекс. В этом году мы доведем поголовье коров уже на имеющихся площадку до 5000, мы надеемся. Третий комплекс позволит выйти на поголовье в пределах 8 тысяч коров. Мясное животноводство в Новосибирской области пока не рентабельно. Содержание животных в сибирских погодных условиях требует больших затрат. Но в Барковском комплексе эту проблему пытаются решить. Мы ставим задачу в каждом сельском районе территорию Большой нашей Новосибирской области определить не столько комплексно территорию опережающего развития, но одну, хотя бы две точки роста, которые дадут прирост уже в 2016 году. Вот такой хороший пример инициативы для других. Сельхозпроизводители трех районов – Маслянинского, Черепановского и Сузунского – объединятся для создания территории опережающего развития. Такой проект представили губернатору, и Владимир Городецкий дал поручение детально его проработать. Сергей Толмачев, Алия Арзаева, Александр Егоров. Новости ОТС. Дорожные полицейские сегодня ликвидировали последствия самого массового ДТП этой зимы. На спуске с улицы Добролюбова в Новосибирске у японского грузовика отказали тормозам. По словам водителя, он пытался свести жертвы к минимуму и увел автомобиль на тротуар. В результате левый борт фуры повредил 12 автомобилей, среди которых был УАЗ аварийной службы. Никто из водителей и пассажиров не пострадал, а вот сами машины получили довольно серьезные повреждения. Укращение Строптивого. В Совете Федерации предложили Центробанку зафиксировать курс рубля по отношению к американской и другим резервным валютам. По замыслу авторов инициативы, независимо от внешних факторов, один доллар будет стоить 40 рублей. К чему это может привести, выяснял Борис Киргенеков. Плавающий курс рубля бьет рекорды. На прошлой неделе исторический максимум доллара 85 рублей, евро 93. Понятно, что национальная валюта жестко привязана к нефти. Стоимость барреля марки Brent после снятия санкций с Ирана упала ниже 29 долларов. Отсюда и рекорды. На минувших выходных рубль укрепился на 9%. Сегодня в новосибирских обменниках за американца просят от 78 рублей. Идею зафиксировать курс предложил заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников. Сенатор отметил, что нынешний курс не имеет отношения к мировым финансовым процессам, а является средствами спекулятивной игры банков. Той же версии придерживаются и новосибирские аналитики. Если посмотреть внешний торговый баланс, у нас на самом деле стоимость рубля, она где-то в районе 40, в коридоре 40-45 рублей, она на сегодняшний день не болтается. Это спекулятивный курс, добавка серьезная. Это исключительно за счет спекуляции банков в первую очередь. Фиксированный валютный курс доллара к рублю переменялся в СССР, его устанавливал Госбанк. К примеру, на 1 января 1961 года американец стоил 90 копеек, но только купить валюту было почти невозможно. В случае установления фиксированного курса рубля в стране сейчас неизбежно возникнет черный рынок валюты, уверенный в Советы Федерации. Но это не самая главная проблема для российской экономики. Введение как раз курса фиксированного, оно позволит напечатать деньги. Потому что печатать сейчас денежную массу увеличивать невозможно, по той простой причине, что он сразу превратится в доллар и будет вывесен. Когда ты останавливаешь такую возможность, фактически можно влить деньги в экономику. Что сейчас при свободном валютном курсе сделать практически невозможно. В конце прошлого года глава Центрального банка Эльвира Набиулина заявила, что население не должно волновать изменения курса рубля. Мол, главный показатель это инфляция. Новосибирцы, похоже, придерживаются того же мнения. Он уже давно повлиял, еще с начала этого года. Поэтому эти небольшие колебания не сильно влияют. Ну нет, мы как-то не заметили. Мы, видите, только приехали в город, и нам это все равно как бы есть там. Нет повышения, без разницы. Ждем, что скоро повлияет. Пойдем в магазин и почувствуем это на себе. Крупные покупки сделаны в том году. Сейчас эти магазины, допустим, торговли, они цены подросли. Так что пока ничего не покупаем. А вот что касается путешествий? Летом, но в Крым, скорее всего. Никуда. Ни в Таиланд, ни в Египет, никуда. В Крым. Пока идея фиксации курса лишь на уровне разговоров. Непонятен и механизм регулирования. И эксперты утверждают, что желающих продавать доллар за 40 рублей не будет. Соответственно, не будет и международных инвестиций в экономику страны. А российские экспортеры нефти и вовсе взвоют. Здесь, возможно, стоит задуматься не о фиксации курса, а о каких-то инструментах, которые бы делали динамику курса более выглаженными. Да, у нас сейчас внешнеэкономическая конъюнктура должна приводить к снижению обменного курса рубля. Но у нас как снижается то 80, то 60, то 70. Возможно, имеет смысл, если уже думать в эту тему, в эту сторону о том, что надо как-то контролировать валютные операции. Не задумываться не о фиксации курса, а именно о сглаживании более плавных колебаний. Фиксация курса доллара по оценкам экспертов может привести и к плачевным результатам. Например, в Венесуэле. Два года назад правительство привязало боливар к американцу. Как итог, инфляция в 159% в прошлом году и одна из наихудших экономик на сегодня в мире. Ну а многие авторитетные финансовые аналитики предрекают рост стоимости черного золота до 50 долларов за баррель к концу года. Соответственно, и национальная валюта вырастет в цене. Но никто не скрывает, что 2016-й будет трудным во всех смыслах. Борис Киргенеков, Александр Ведерников. Новости ОТС. Институт экзамена-сессия. Учащиеся российских вузов сегодня отмечают День студента. И хотя празднику уже больше 200 лет, каждый год молодежь находит способ провести этот день по-особенному. Подробности в сюжете Виктории Рыжих. Фильма нет. И завтра никакой премьеры тоже не будет. Ну, конечно, если у вас нет никакого другого плана В. Плана В. 2016-й объявлен в России годом кино. Эту тему и взяли студенты для своего капустника. Ребята покажут свои творческие номера. От шуточных до различных танцевальных, хореографических. Будут петь, веселиться, показывать друг другу себя, свои университеты. Это будут высшие учебные заведения, среднеспециальные. Ну и, конечно же, все это будет как съемка большого, красивого, студенческого, позитивного фильма. В одном зале студенты из разных вузов города. Как первокурсники, так и те, кто уже отметил медиану. Разгар сессии празднику не помеха, уверяют студенты. Так как еще сессия идет, отличные сессии всем, потому что, наверное, это самое главное, чтобы для студента ее закончить, все-таки сдать точнее. А также интересность студенческой жизни и занимайтесь чем-то интересным, что вам будет по душе. В программе интерактивы и квесты. Участники зарабатывают жетоны, а потом смогут обменять их на призы. Не забывают и поздравляют друг друга с праздником. Хорошего настроения, хорошего второго семестра, чтобы у всех были только отличные оценки. Много позитивного настроя, много хороших друзей, хорошего отношения с преподавателями. Все будет круто. А в Аграрном университете сегодня вспоминали, как это было – открытие первого вуза страны. Елизавета Петровна, 12 января 1755 года. Татьянин день подписала указ об основании университета в День памяти святой Татьяны. Развлекали гостей не только историческими сценками и вокальными постановками, но и традиционным со времен Ломоносова угощением – блинами и медовухой. Молодые люди уверены, вспоминая студенческие годы, самым ярким событием будет именно этот праздник. Он дает еще один повод объединиться всем студентам, посмотреть друг на друга, осознать, что у них сейчас период студенчества один из лучших периодов в жизни. Виктория Рыжих, Борис Гладких, Новости ОТС. Тем временем сотрудники ГИБДД вместе со школьниками из отряда юных инспекторов сегодня провели акцию «Студент знай правила», в рамках которой учащихся вузов ждали подарки, поздравления и проверка знаний. Подробнее расскажет Анастасия Чернышева. Студенты на дорогах в группе риска. Каждая четвертая авария в области происходит с их участием. Поэтому сразу после окончания зимней сессии они повторяют правила, но не точных наук, а дорожного движения. В этот день мы будем проводить профилактические мероприятия с привлечением специализированного отряда юных инспекторов дорожного движения, которые расскажут у нас о проблемах на наших дорогах, которые приведут примеры, именно что необходимо на первую очередь обратить внимание. Мы зачастую этой категории не уделяем внимания, как думаем, что у нас уже они являются совершеннолетними. Из сотни человек в аудитории большинство затруднилось назвать правила проезда перекрестка, перестроение на дороге и разрешенные места остановок. Удивительно, на все вопросы правильно отвечали только школьники специализированного отряда будущих инспекторов. У третьего автомобиля помеха справа. Так, получается, едет четвертый, потом третий. Все услышали! Школьники всерьез занялись студенческим ликбезом. Подготовили для старших викторину с призами и подарками. Мастер-класс оказался очень продуктивным. Первокурсники послушали, вспомнили и через полчаса были готовы сдавать экзамены. Анастасия Сернышева, Алексей Погудин. Новости ОТС. Он летал по стране без билетов. Его песни звучали из всех магнитофонов Советского Союза, а роли из фильмов разошлись на цитаты. Владимиру Высоцкому сегодня исполнилось бы 78 лет. Николай Сальников о человеке, ставшем эпохой. Я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Он ушел 35 лет назад и постоянно возвращается. В друзьях, которых с каждым годом становится все меньше. И в песнях, которые по-прежнему считаются народными. Ну, шо-то кони мне попались привередливые. Хоть дожить не успел, так хотя бы допеть. Он не воевал и не сидел. Не спускался в шахты и не служил на подлодке. Да и в горах был только на съемке фильма. Но в его песнях каждый узнавал себя и свою профессию. Шеф-редактор информационной службы нашего канала Светлана Антимонова. Альпинистка с многолетним стажем. Экспедиции на семитысячники каждый год. Она уже давно оставила ненужные споры. В лагере перед вершиной без Высоцкого просто нельзя. Он писал очень искренне, очень правдиво. И именно за это мы его песни и любим. И я не знаю ни одного музыканта, который бы не любил песни Высоцкого. В горах поют. И можно сказать, что каждый вечер, когда звучит гитара, я даже не припомню такого вечера, чтобы песни Высоцкого не вспоминали. На его гитаре было семь струн. И во дворах переделывали аккорды. Под шесть. А когда по телевизору шли фильмы с Высоцким, улицы пустели. А потом он расходился на цитаты. Вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. По статистике, Владимир Семенович уступает в популярности только Юрию Гагарину. Сегодня имя поэта знают 98% россиян. Высоцкий по-прежнему возвращается. В друзьях и мечтах. В памятниках и в памяти. Николай Сальников, Сергей Толмачев. Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. Он защищал Родину и умер в выполнении долг. Начиная из русской народной песни «Порышко поранее» плавно перетекаем. Прелестный хит с 70-х годов сейчас галит. И не повернемся. Попридуримемся. Когда вырасту, хочу поехать на Олимпиаду, чтобы выиграть там. А в каком виде спорта? В керлинге. Новые надежные кроссоверы «Лифан» от 499 тысяч рублей в рассрочку. Сибавто. Звоните. Недостроенный детский сад вместе с муниципальной землей оказался в собственности у бизнесменов. Сегодня это здание выставлено фирмой-банкротом на продажу, а некоторые личности, причастные к сделке, уже успешно променяли Новосибирск на испанское побережье. Александр Куршев изучил технологии, позволяющие обходить правила и очереди. Сегодня в Новосибирске огромное число льготников на землю под жилое строительство. Большинство этих людей и не верят, что настанет тот день, когда их конституционные права будут выполнены. На все ответ чиновников один. На балансе свободной земли у города нет. А что, если она есть, просто предназначена для особого статуса людей? К примеру, вот эти 4 тысячи квадратных метров, выделенные мэрией 10 лет назад под строительство детского сада. Сегодня это коммерческая недвижимость стоимостью 23 миллиона рублей. Ни о каком детском саде уже и речи нет. Недостроенное пятиэтажное здание в Октябрьском районе, недалеко от Новосибирского инструментального завода. Именно его руководство в 2000 году выиграло конкурс на земельный участок площадью почти 2 гектара под строительство многоквартирного дома и детского сада номер один. Дом сдали, оперативно распродав все квартиры. А вот детский сад за время строительства выше фундамента так и не вырос. И вправду, зачем инвестировать в то, что не принесет прибыль? Мы запрос отправили вам в среду, в вашу компанию. Нам ответили о том, что реализуется имущество банкрота. И это вся информация. У нас уже проверяли все документы на это здание. Реализацией, как теперь его называют, отдельно стоящего здания по большевистской 48-3 занимаются риэлторы агентства недвижимости «Жилфонд». В объявлении указано, продается ликвидный объект вместе с землей. Все документы. Рядом гипермаркет и большая парковка «Торг». Кто собственник и почему детский сад уходит за чьи-то долги, в «Жилфонде» объяснять не стали. Видимо, свой коммерческий интерес. Собственника журналисты УТС уже искали сами в едином федеральном реестре о банкротстве. Компания «Славянка» задолжала кредиторам и налоговой инспекции 30 миллионов рублей. Ольга Сысоева несколько лет была конкурсным управляющим компанией. После того, как корабль начал тонуть, покинула территорию России. Насколько я знаю, у нее давно была цель уехать за рубеж. Она встретила какого-то француза или испанца. Вышла за него замуж и уехала в Испанию. На постоянном месте жительства? Да, на постоянном месте жительства. Мы все конкурсные управляющие, мы все возглавляем, стоим на капитанском мостике тонущего корабля. Поэтому... А чем вообще компания «Славянка» занималась? Да я еще раз говорю, я не знаю, откровенно говоря. На самом деле, собственники недостроенного детского сада и земли менялись, как перчатки. В органах юстиции только успевали присваивать новые регистрационные права. Вот лишь несколько из них, которые нам любезно предоставили в письме начальники городской администрации. Из официального ответа мэрии Новосибирска следует. Сначала покупателями земли у инструментального завода была фирма «Кавтар», затем «Сатрен». Средний срок жизни этих предприятий в городе состоял чуть больше трех месяцев. Чем они занимались и вообще для чего были созданы, сегодня никто не знает. Но самое интересное, что за время их существования муниципальная земля перешла в собственность со всеми правоустанавливающими документами. Сейчас недостроенный объект и земля принадлежат вот этому человеку, крупному новосибирскому бизнесмену Юрию Теунову. О том, что это когда-то должны были быть ясли для детей, он не слышал. Его бизнес – покупать и продавать недвижимость в городе. Благотворительностью здесь не занимается. И мы уже обращались в мэрию, чтобы, может быть, мэрии для какого-то, ну, для своих каких-то целей, там, я не знаю, там, там, детский сад. Если там будет детский сад, то замечательно, как бы, да. Главное, чтобы это было достроено, ну, а те затраты, которые мы уже принесли, в любом случае, да, они, ну, как-то вернулись, хоть по сегодняшним ценам. Добавлю, детский сад, который бизнесмены должны были построить бесплатно, сегодня, в случае положительного решения, городской казне обойдется минимум в 23 миллиона рублей. И это в условиях жесткой экономии в регионе. Александр Куршев, Александр Егоров, Новости ОТС. К другим темам. Несколько сотен военнослужащих встретились на выставке «Помним мир спас советский солдат». Музейные экспонаты, картины, мультимедийная составляющая – так красочно и зрелищно, о Второй мировой еще не рассказывали. Приход к власти фашистов, массовые репрессии, истребление людей, долгожданная победа. Экспозицию уже показали в десятках городов. В Новосибирске познакомиться с творениями народных художников можно будет еще несколько недель. Для телепроекта «Патриот» выставка стала поводом собраться и поговорить со своими главными зрителями – военнослужащими. Теперь военная программа телеканала ОТС становится площадкой для общения. Если вы сняли видео, например, там смешное, трогательное, романтичное, интересно, вы можете смело присылать его нам. И возможно, что через некоторое время вы станете популярными. Найти нас очень просто. Вводите словосочетание «Телевизионный проект «Патриот»» либо ВКонтакте, либо на сайте в YouTube и подписывайтесь на нас. Также могут присылать видео ваши родные, близкие, друзья. Главное, чтобы это видео было о военных. В Качковской школе сегодня вспоминали старшего лейтенанта Алексея Небылица. Он погиб в Чечне 25 января 2000 года от поля снайпера. Традиционно в День памяти героя учителя проводят уроки мужества, а ученики старших классов несут почетный караул у мемориальной доски. Яна Рагуля о том, как чтут память героев. Алексей Небылица – выпускник Качковской школы. Здесь каждый ученик от младших до старших классов знает о подвиге старшего лейтенанта. Он защищал родину и умер в выполнении долг. Алексей Небылица – геройский погиб от пули снайпера. Посмертно награжден орденом мужества. Пока малыши изучают истории жизни и смерти солдата на уроках мужества, старшие несут почетный караул у мемориальной доски. Этой традиции уже 11 лет. С 8 часов, с начала, когда дети приходят в школу, и до тех пор, пока кто-то в школе есть, караул стоит. 11 смен меняют друг друга через каждые 10 минут. Несут почетный караул воспитанники патриотического клуба «Витязь». Каждый из них гордится героем. Я ему хочу подражать. То есть он молодец, что он в нашей школе закончил, и он много всего сделал. Ну, это подвиг. Сегодня, в день гибели старшего лейтенанта, воспитанники патриотического клуба на могилу бойца возложили венок. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости УТС. Творческий беспорядок в зале имени Каца. Новосибирские музыканты решили отметить Татьянин день джинсовой вечеринкой. Затем, как заслуженные артисты, хулиганят на главной концертной площадке мегаполиса, наблюдал Анатолий Харитонов. В Новосибирской филармонии все вверх дном. Вот здесь, на сцене, на веревках сохнут джинсы. Дальше разбросаны смятые газеты, пустые металлические бочки, коробки. И кажется, что это полный бардак. Но, по словам режиссера, тут ничего лишнего. И все это декорации. В обычном дворе, каких тысячи, например, в Питере или Нью-Йорке, собираются исполнители. Никаких смокингов, строгих брюк, белых рубашек. Улица диктует свой стиль, свободный. В одежде, в музыке, на джинсовой вечеринке, шутит заслуженная артистка России Юлия Рубина, можно и похулиганить. Симфония игрушек, детская симфония, в которой мы используем не только наши обычные инструменты, но еще всякие детские штучки, пищалки, трещалки, дудочки. Необычное звучание не только у классической музыки. Например, русская народная песня под аккомпанемент джазового коллектива «Штрих-код» плавно перетекает в знаменитый хит 70-х годов «Шизгарит» группы «Венус». В зале имени Арнольда Катца экспериментируют и удивляют фортепианный дуэт Геннадий Пыстин, Дмитрий Карпов, филармонический камерный оркестр, а также вокальные ансамбли. Художественный руководитель одного из них, Павел Шаромов, рассказывает, здесь джинсы – символ свободы. Артист вспоминает советские годы, когда из-за границы нельзя было провозить больше двух пар этих штанов. Могли посадить за спекуляцию. Ехали из Венгрии, например, с конкурса, 78-й год, и не дай бог, там у тебя больше двух пар джинс, а покупали-то себе, своей любимой там или любимому, маме, папе. Вот так вот жили. Отмечать Татьянин день необычно в новосибирской филармонии стало уже традицией. Так, в 2015-м здесь, прямо в фойе, была дискотека – классические произведения в современной аранжировке. В следующем году шутят организаторы джинсовой вечеринки обязательно придумают что-нибудь экстравагантное. Идеи уже есть, но это пока секрет. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Быстрее, выше, сильнее. Сегодня в одном из новосибирских детских садов стартовали традиционные дни здоровья. Уже пятый год там проводят Олимпиаду. На торжественное открытие приглашают лучших спортсменов мира. С теми, кто к рекордам стремится еще с дошкольного возраста, пообщалась наша съемочная группа. Будущие олимпийцы чеканят шаг. За главный приз сегодня бьются 10 команд. Это больше 250 детей. Впрочем, каждый помнит – главное участие. Ну и возможность почувствовать соревновательный дух. На открытии не только олимпийский огонь, флаг, но даже настоящий олимпийский чемпион. Есть на кого равняться. Гимнаст Евгений Подгорный на спортивные мероприятия с участием малышей приходит с радостью. Вспоминает, у него в детстве кумиром был многократный олимпийский чемпион Николай Андрианов. Я бы, наверное, сознание потерял. Если бы я увидел его в детском саду. У нас как-то мало таких было встреч. Но тем не менее, когда мы выезжали в Ленинск-Кузнецкий на сборы или на соревнования, все равно приезжали туда именитые спортсмены. Мы с открытыми ртами брали у них автографы. Заряд бодрости получен, малыши рвутся в бой. Каждый ребенок старается быть лидером, хочет им быть, хочется подражать. Поэтому они, конечно, готовили зимние виды спорта, изучали, начитывали, учили речевки. Состязаются ребята в пяти видах спорта. В хоккее, например, бьют булиты. Женя сегодня лучший снайпер. Говорит, результат не случайный. Дома тренируется ежедневно. Мечтает стать хоккеистом. Я делаю ворота. Из чего? Из окружек. Просто вот так их строю и все. А клюшка есть? Настоящая? И шайба? И сколько раз ты там дома попадаешь? Каждый раз. Ваня – один из самых стремительных лыжников. Уверен, одной воли к победе мало. Нужна хорошая подготовка. Расскажи, где ты так замечательно научился кататься на лыжах? Это меня деда научил. Он спортсмен. У метателей в цель – своя тактика. Перекинул за голову. То есть вот это твой секрет, да? Да. В гонках на санках главное – командная работа. Важна не только скорость, но и аккуратность. В этом году на местной олимпиаде появился новый вид спорта – керлинг. Чтобы приготовить спортивный снаряд, много денег не потребовалось. Взяли пластиковую бутылку, заморозили в ней воду, подкрасили и к рекордам готовы. Как ни старались выбрать в девятой группе победителя в керлинге. Силы равны. Первое место разделили Даша и Марк. Новый вид спорта увлек ребят серьезно. Когда вырасту, хочу поехать на олимпиаду, чтобы выиграть там. А в каком виде спорта? В керлинге. Какая группа получит заветный вымпел, станет понятно только в среду. Победители наградят на торжественной линейке. Наталья Цопина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Больше 130 юных боксеров собрались в Новосибирске на областном первенстве памяти Вячеслава Суханова. Для некоторых из них это первое официальное соревнование. О том, как молодым спортсменам удается справиться с волнением, расскажет Алина Аверчук. Старший прапорщик милиции, мастер спорта России по боксу Вячеслав Суханов неоднократно защищал честь страны и МВД на соревнованиях различного уровня. Но одна из его главных наград – Орден Мужества – неспортивная и получена посмертно. Вячеслав погиб при выполнении боевой задачи в Чечне. В память о милиционере и боксере его друзья и сослуживцы организовали турнир. Вячеслав был достойным человеком, чемпионом мира по боксу среди полицейских и пожарных. Прогресс на самом деле очень большой. Первые соревнования были с участниками примерно 30-40 человек. Сейчас участвуют 135 человек в данном турнире. Конечно, для нас это приятно. Константина Шиврина в бокс полтора года назад привел папа. Сейчас в багаже спортсмена уже несколько побед в различных турнирах и второй юношеский разряд. Вот и сегодня фортуна на его стороне. Боксер стал сильнейшим в весовой категории до 40 килограммов. Не надо быть самоуверенным, потому что соперник может быть сильным. Ты выйдешь расслабленным, и ты проиграешь от неожиданности. Надо спокойно сесть и обдумать весь план боя, выйти и выиграть. Для каждого спортсмена важна поддержка тренера. Причем сами наставники зачастую волнуются гораздо больше тех, кто выходит на ринг. Ребята переживают каждый за себя, я за каждого переживаю. У меня получается мои волнения во много раз больше. У нас сегодня 8 человек боксируют в финале. Соответственно, я в 8 раз сильнее, чем они переживают. Сегодняшние соревнования определили победители в 18 весовых категориях. Впереди у них первенство Сибирского федерального округа. Алина Аверчук, Алексей Баженов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. В ближайшие дни из-за медленного разрушения антициклона на восток Новосибирской области придут более низкие температуры воздуха. 26 января по прогнозу западно-сибирского метеоагентства «Новосибирский без осадков» на дорогах местами гололедится. Будьте осторожны. Ветер северо-восточный 4,9 м в секунду, влажность 66%. Температура ночью минус 18-20, в пригороде до минус 25 градусов днем минус 12-14. В последующие двое суток осадков не ожидается. Температура воздуха в среду и четверг днем минус 15-17. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»